Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим, что же мужчина понял во время разлуки с вами. Этот расклад подойдет тем, кто сейчас не вместе с мужчиной. Возможно, это ссора какая-то, конфликт, какое-то расстояние некое с мужчиной. Итак, что же он понял о вас или о себе, о ваших отношениях? Что он понял? Так, мужчина, знаете, он сейчас находится немножко в тупике. Пришел мужчина на расклад, который и хочет быть с вами, и в то же время что-то его тяготит. Он в неком тупике. Поэтому у некоторых проиграется, что, возможно, мужчина уединился немножечко, чтобы побыть наедине сам с собой, со своими мыслями. Иногда мужчинам это действительно нужно принять решение, обдумать. Это нам, женщинам, нужно выговориться с подружками, с друзьями. А мужчина это все носит в себе. Психология у них такая. Мужчина, знаете, такой, он довольно часто, даже на расстоянии, он вспоминает вас. У кого есть дети, он вспоминает те моменты, как тяжело вам было поднимать этих детей. Возможно, и сейчас, да, или финансовые проблемы, как тяжело растить детей вместе. Так немножко он, знаете, как ностальгирует, но что-то его тяготит в то же время. Он в каком-то, в неком таком, знаете, вот тупике находится сейчас. Да, он очень любит детей, этот мужчина. У кого есть дети, то он либо же за детьми очень скучает, ностальгирует, либо же он хочет детей с вами, да. Этот мужчина понял, что он все-таки хочет быть с вами. Да, у вас была некая ссора, какое-то разрушение отношений произошло, конфликт какой-то был. У вас были довольно-таки активные отношения, так их назовем. Я не могу сказать, что это прям итальянская семья была, но такое ощущение, что вы оба довольно-таки темпераментные, активные. Так, знаете, сорвались, побежали куда-то, пошли вместе гулять в поход куда угодно. То есть, ну, не домоседы, я не могу сказать, что вы домоседы. Очень активные вы две личности. Мужчина довольно заботливый такой, он вам и помогал. В общем-то, довольно такой страстный, темпераментный мужчина. Очень в любовной сфере у вас все хорошо с ним было. Он мог и романтические сюрпризы вам устраивать, и какие-то подарки неожиданные дарить. Такой довольно интересный молодой человек. Ну, у кого-то, может, конечно, не очень молодой, но все же. То есть, да, было какое-то у вас либо же расставание, либо же конфликт, и мужчина уединился, и в этом уединении он все-таки понял, что он хочет быть с вами. Он хочет дальше так же ухаживать за вами, заботиться, так же носить на руках вас. Потому что действительно, да, вот знаете, вот как на блюдечке с голубой каемочкой, он готов ради вас все делать. Мужчина этот довольно такой серьезный. Несмотря на то, что, возможно, у кого-то он может и немножечко так, знаете, уступить, где-то на что-то глаза закрыть ради вас. Но мужчина такой со стержнем, да, вот мужик, да, вот как говорят о таких, то в разлуке с вами он действительно понял, что вы ему нужны, он хочет быть с вами. Поэтому, девочки, он проявится, он действительно понял, что ему плохо без вас. Ему не нужны другие женщины. Он не хочет. Да, он мужских, даже если он на расстоянии сейчас, у него какие-то друзья, посиделки, другие женщины его даже не интересуют. Ему настолько хочется быстрее приехать к вам, быть с вами. Он очень скучает. Вы даже снитесь ему. Вот он, знаете, он с другими женщинами как-то так ощущение, что вот он маску одевает, вот как будто вот он закрывается. Он не видит просто других женщин. Они для него просто не существуют. Он хочет быть только с вами. Поэтому он придет к вам, как, знаете, таким вот, не то чтобы как бы рыцарь, а с каким-то таким сюрпризом. Возможно, или с букетом цветов, с каким-то подарком. То есть, как-то он так появится, знаете, вот неожиданно. Какой-то такой всплеск эмоций, буря эмоций у вас будет. Он настолько вас приятно удивит, что вы просто как девочка себя почувствуете. Настолько вам приятно это будет. Вот такой был расклад, девочки. Кому понравилось, ставьте лайк. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!